На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Зачем Бог создал человека? Какой конечный замысел предназначен Богом для душ? Какие задачи для духовного роста уготованы Богом для душ праведников после воскресения? Бог обучает души. Для чего? Вот в этом многоступенчатом структурном вопросе принципиально звучит одна и та же тема. В чем смысл бытия человека вообще? В чем замысел Бога о человеке? И здесь давайте обратимся сначала к Священному Писанию, которая дает предельно конкретный, простой, прямой, лаконичный ответ на этот, в общем-то, сложный вопрос. Это книга «При мудрости Соломона», 2 глава, с 23 стиха. «Бог создал человека для нетления и сделал его образом вечного бытия своего, но завистью дьявола вошла в мир смерть и испытывают ее, принадлежащие к уделу его». Человек создан для нетления. Что это значит? А вот здесь уже православное догматическое богословие говорит, что Бог, будучи троицей, находясь в общении лиц, находится в любви. И эта любовь побуждает его без какой-либо нужды или необходимости сотворить мир, как место пребывания иных разумных существ, которые могут пребывать в любви друг с другом и с ним, с их Творцом. Так появляется Вселенная, и в ней известны нам две разумных природы. Это ангельские силы и человек. Для пребывания в любви с Богом и друг с другом они призваны в бытие. Так как Бог вечен и нетленен, то, соответственно, и человек, например, в этом случае оказывается призван к этой же вечной, нетленной, постоянно совершенствующейся любви, к постоянному вовлечению в эти отношения. Поэтому мы можем сказать, что да, Бог, ну скажем так, обучает души чему? Обучает возрастанию в любви. Причем правильно сказать, что Бог не души обучает или не имеет замысел для душ, а Он имеет замысел для человека и обучает человека, потому что не к душе обращается Бог, а к человеческой целостности. Например, мы можем вспомнить второзаконие, момент, когда Господь говорит о том, что жизнь и смерть полагаю я перед тобою, и я прошу тебя, чтобы ты выбрал жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. То есть не к некой душевной сохранности, но к спасению человека в целостности обращен Бог. Именно поэтому, собственно, в узловой момент человеческой истории и происходит тайна воплощения божества, что не только духовный, но и телесный состав должен быть вырван из уз греха, смерти и тления. Поэтому вторая ипостась Троицы, единородный Сын и Слово Божие, воплощаясь, становится Иисусом из Назарета Галилейского, для того, чтобы провести всю полноту человеческой природы, и духовную, и телесную, через горнило смерти, и вывести ее в вечный свет воскресения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...